Все сыграли очень большую, огромную роль в становлении Димаша как артиста, а природа уже сделала вот то, что она сделала, то, что вы слушаете. Я вот просто так никому головку не гладил. Обязательно талант, трудолюбие и хорошую финансовую поддержку. Привет, друзья! Вы смотрите канал «Алга Петербург». 8 мая в прямом эфире на вопросы ведущего Игоря Тухватова отвечали первые педагоги Димаша Кудыбергена. А именно преподаватель музыкального колледжа имени Ахмета Жубанова в городе Актубе, заслуженный деятель Республики Казахстан Марат Айтимов и художественный руководитель Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой Дина Ниязова. Дина Ниязова. Много интересных тем было затронуто в этом интервью, но мы опубликуем самые интересные специально для верных друзей канала «Алга Петербург». Поехали! Одна из тем, которая обсуждалась в этом интервью, кто повлиял на формирование Димаша Кудыбергена. Давайте посмотрим, как ответили приглашенные гости. Вообще, когда меня спрашивают о том, какое влияние Марат Лжабаевич оказал, я, допустим, доказал, я считаю, что вообще вся актюбинская творческая элита, все писатели, поэты, это музыканты, артисты, актеры, то есть те люди, которые находились рядом с родителями Димаша, он вырос в этом, он купался в этом, он знал и знает практически всех творческих людей в городе. Я считаю, что каждый человек, который был буквально там рядышком с его семьей, он каждый оказал на него какое-то влияние, то, как он говорит, та манера, как он себя ведет. То есть он вырос на тех людях, которые были рядом с его родными. Я считаю, что все актюбинцы, именно творческая элита, они оказали на него огромное свое влияние. Он знает многих авторов, может цитировать какие-то вещи великих людей. Поэтому это неспроста. Отец филолог по образованию, мама музыкант. Естественно, он всю жизнь рос на сцене, за кулисами, он наблюдал в маленьком возрасте, потом стал сам выступать. Все сыграли очень большую, огромную роль в становлении Димаша как артиста, а природа уже сделала вот то, что она сделала, то, что вы ее слушаете. Еще одна тема была посвящена тому, почему предполагали ли учителя, когда обучали Димаша, что он станет настоящей суперзвездой? Смотрим. Я всегда знал, что он не из последних, Димаш, что он не протеряется. Но, если честно, я не думал, что он достигнет таких высот. И для меня, конечно, это очень приятно. Я считаю, что это счастье. Димаша, я думаю, что они не будут считать. Дело в том, что, в принципе, вы же знаете, что на постсоветском пространстве, я так думаю, что сейчас это связано вообще, в принципе, с любимым шоу-бизнесом всего пост-СНГ, всего Советского Союза, очень трудно и тяжело пробиться на мировую сцену. Это на самом деле правда. Я не знаю, что здесь, то есть тоже трудолюбие. Но мне кажется, что грамулечко какой-то удачи, в любом случае помогло нашему Димашу, потому что быть замеченным среди огромной армии артистов разного уровня очень сложно. Но то, что он нашел своего зрителя, то, что очень много в мире людей, которые любят настоящий профессиональный вокал, на самом деле такое качество, которого сейчас в принципе нет, я очень рада и понимаю, что та армия Дьерс, которая сейчас есть, поклонники, фанаты Димаша Худавергена, это на самом деле как бы заслуженные люди, которых он на самом деле заслужил в своем окружении. Мы безмерно, конечно, рады этому. Говорить о том, что мы знали о том, что он будет такой звездой, это неправда. На самом деле мы понимали, как тернист этот путь, потому что мы изнутри все это знаем. Поэтому, конечно, на самом деле он этого достоин, но это однозначно какой-то лотерейный билет его счастливый. Это правда. Вы прекрасно знаете, что на свой первый сольный концерт в Москве Димаш пригласил своего прославленного учителя. И не просто в качестве приглашенного гостя, а в качестве полноценного участника дуэта. Как Марат Улжабаевич относится к подобного рода благодарностям своих учеников, вы увидите в следующем фрагменте. У меня вообще за эти, не буду говорить, столько-то лет было и есть столько студентов, слава Аллаху, я вот просто так никому головку не гладил. Это я знаю. Правда. Вот это у меня очень заслужить такое умение очень сложно. Поэтому вот я никогда не обижаюсь, я не считаю, что они обязаны благодарить меня. Не считаю. Я даже, если обо мне не будут говорить, я на это никаких мыслей у меня нету и не было. Но это приятно. Понимаете, вот он занял какую-то нишу свою и вечером после работы, после тяжелого дня я получаю СМС от Светы Атьбаевой. И не обратил на это внимания, не обратил на это внимания и уже собираюсь пить чай по-казахски густой с молоком. А потом чувствую, что волна СМС-ок ко мне стали поступать. А я это видео еще не смотрел. Потом, ну что же случилось? И открываю это видео. Ему вручили в Китае за какие-то огромные достижения в музыке. Огромные. Как тогда называется. И он прилюдно на казахском, на русском, на английском объявляет. Я эту победу посвящаю своему педагогу Марату Лжебайевичу Айтимову. Я это услышал. Чай остыл, он остался в стороне. Честное слово, в эту ночь я практически не уснул. Потому что это было невозможно. Это на меня так подействовало. И после этого, наверное, с этого дня и началось, что и какая-то вот волна пошла, что меня узнают. За что я ему очень благодарен, дорогому моему Димашу. В интервью не обошлось и без провокационных вопросов. Например, вот об этом видео. Вот песня, она мне сразу понравилась. Можно сказать, что будет хитом, но неправильно был использован голос, да. Все твои данные ты воткнул в одну скромную песню. А Султана права. Вообще не обязательно показывать свои вокальные данные. Вообще не нужно показывать их все время в каждой песне. Немного было безвкусно, на мой взгляд. Вот я по поводу вот этого шоу телевизионного частенько задают мне вопрос, вот как многие относятся, как бы вот, как бы отомстили, что ли. Я не думаю. Вы знаете, вот я, например, не должен всем вокруг нравиться. То же самое и Димаш. Конечно, это нормально. И я считаю, что ничего зазорного в этом такого нет. Жалеют ли эти люди, не жалеют. Это совершенно вот их личные дела. Поэтому, но меня удивило, я после этого вообще еще больше стал уважать Димаша за его реакцию. Он не стал, когда он уже стал, вот как мы говорим сейчас, мировой звездой, говорит какие-то вещи недостойные. Он, если мы вот замечаем, что он всегда держит себя достойно, как настоящий казах, мужик, очень воспитанный человек, за это я еще раз больше его люблю и уважаю. Вообще дело в том, что на самом деле, как бы в шоу пригласили, ну, как бы недалеких людей, да, от искусства и культуры, как бы это знаменитые в Казахстане люди. Каждый на своем поприще, в принципе, очень известный. Та же Багм, которая закончила консерваторию, она, естественно, говорила, не готовая к такой музыке. То есть получается, что сейчас Димаш что он сделал? Он одну песню сделал практически спектаклем, да, то есть большое музыкальное разнообразие и возможности человеческие его лично, они, конечно, естественно, как бы... Были не готовы. Они были не готовы, да, вот, то есть к таким его неограниченным возможностям голосовым. Поэтому, естественно, у него там вся песня как развитие начинается внизу, потом он поет вверху, потом, естественно, он уходит куда-то в такие пространства, как кто-то сказал, как дельфин поет. Вот, поэтому, естественно, люди были не готовы, то есть это в принципе нормально. И на самом деле, конечно, Браво вообще Димашу там, как он очень гибко и мягко, корректно обходит эти темы, вот это на самом деле выдает в нем того воспитанного на самом деле человека, который на самом деле не злорадствует по этому поводу и не пытается кому-то мстить этим. В нашей сфере, вообще в музыке практически каждый человек встречал на своем пути вот такую комиссию, ну, грубо говоря, там кто-то экзаменационную, кто-то вот такую в виде жюри, где в очень какой-то не очень хорошей форме отзываются о твоих возможностях и данных. И вот то, как ты дальше пойдешь, то есть по-хорошему это должно разозлить артиста. И это правильно, что они были у него на пути. И правильно, что они, в принципе, его раззадорили, как певца, для того, чтобы он понял, что он не сойдет с этого пути, он пойдет дальше. Поэтому, конечно, тут только вот на самом деле большое спасибо тем людям, которые встретились на его пути и пытались его остановить, вот и все. Развязка этого интервью также порадовала. Опытные педагоги поделились секретами для новичков, которые хотят снискать себе славу на музыкальном поприще. Обязательно талант, трудолюбие и хорошую финансовую поддержку. Я считаю, что вообще надо определиться с четким своим желанием, то есть несколько раз тебя переспросить, а готов ли ты к этим, на самом деле, трудностям, потому что вся эта жизнь наша, она непростая, и ты прекрасно сам об этом знаешь. Поэтому насколько ты готов выдержать все эти тернии, да, то есть к звездному путь, на самом деле, не сладок, вот, и не настолько он гладок у них будет, поэтому четко понимать, насколько ты сильно этого хочешь. И уже потом дальше уже обращаться, конечно, к хорошим специалистам. Я всегда знал, что мы так или иначе являемся продолжением своих учителей. Нужно отдать должное. У Димаша педагоги были высшего класса. Алга Димаш. Обнились, чтобы не боясь друг друга целовали. Я желаю вам любви и удачи всем. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.